Анатолий Сухоруких впервые приехал в Севастополь в детстве, в 1944 году. Потом покинул его, чтобы получить образование, и вновь вернулся в 1966 году. С этого времени он стал активным участником всесоюзных выставок. Однако Анатолий Иванович известен не только как один из лучших художников Севастополя. Он вел активную социальную жизнь, много лет возглавлял городской союз художников. С 1997 года стал руководителем севастопольского пленэра, который в конце концов получил всемирную известность. Анатолий Сухоруких вспоминает как неутомимого труженика. Он многого добился благодаря упорной работе над собой. Также требовательным был и к членам союза художников. Это четкий, ясный ум, что надо для организации. Организация одна из лучших была на Украине, я бы так сказал, понимаете, по четкости, по активности творческой. Вот где он, слово такое, не хочется говорить, гонял, но требовал. Творческой активности, творческой активности. Картинщики должны быть. Этюды, пейзажи прекрасные. Где картины, где портреты, понимаете, это его кредо был. Картина художника с ясным умом и прекрасными организаторскими способностями отличается реалистичностью. Тем не менее, это не мешает быть им эмоционально наполненным. И это человек, который менялся, рос, вот, несмотря на время, несмотря на годы, на десятилетия. Он оставался и современным, и в то же время мастером, который мог обращаться вот к прошлому. Ему было интересно буквально все в любимом городе. И люди, и образ города. Картины Анатолия Сухоруких есть во многих музейных и частных коллекциях. Выставка в музее имени Крашицкого собрана исключительно из полотен собственного фонда. Ирина Саркисова, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Анатолий Паньков, Севинформбюро.